Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отечественной войны Федора Голубева поздравили школьники. А сейчас обо всем подробнее. Погодные условия вносят коррективы в работу коммунальных служб. На улицах города-курорта работает свыше 30 единиц спецтехники. Все службы были готовы к подобным сюрпризам. Освобождать от снега и посыпать дороги песком спецтехника начала еще накануне вечером. В расчистке улиц задействовано более 100 дворников. Несмотря на сложные погодные условия, городской общественный транспорт вышел на маршруты вовремя. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В условиях снегопада авариям подвержены объекты энергоснабжения. Глава Анапы потребовал устранять аварии в максимально кратчайшие сроки. Сейчас. Мы должны пройти вот этот период неблагоприятных погодных условий, применив сверху себя. В том числе и еще раз проинструктируйте наши диспетчерские службы. Чтобы объясняли людям, в чем причина. Чтобы работали все телефоны. Чтобы с людьми разговаривали по-силовесенски. Не бросали трубки, не устраивали там амбиции. Кого не устраивает, ну пусть переходят на другую работу. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Техники хватает. Дороги в удовлетворительном состоянии. Ограничения по движению по городу нет. Выработано порядка 130 песко-солевой смеси. Работа продолжается. На трассу выехали сотрудники Анапской роты ДПС. Водителям, которые остановились на обочинах, они предлагают свою помощь. Пока не закончится снегопад, инспекторы рекомендуют автомобилистам, не подготовившим транспорт к зимнему периоду, не выезжать на дороге. Тем, кто уже в пути, в городской черте следует не спешить, при подъездах, перекресткам держать безопасную дистанцию. На загородных дорогах главное – разумная скорость. Парламентский экзамен сдан на отлично. Депутаты четырех комитетов законодательного собрания края проверили, как в Анапе поставлена работа по курируемым направлениям. Подводя итоги визита, дали высокую оценку деятельности городских властей. До начала пленарного заседания – объезд города. Первый пункт остановки – участки мировых судей. Депутаты интересуются, какие условия созданы для работы служителей Фемиды. Городские власти подчеркивают, этот правовой институт должен работать как часы. Ведь сюда со своими частными проблемами обращается немало анапчан. Первый заместитель главы курорта Светлана Яровая отметила, здание судов требует ремонта, а имеющиеся площади – расширение. И для маломобильных граждан суды тоже должны быть доступными. С Сергеем Павловичем и вашими руководителями мы посмотрели все судебные участки. Есть полное понимание того, что надо сделать для инвалидов. Значит, все как положено, чтобы каждый мог попасть в суд, если он посчитает нужным обратиться. Вот, пантус договорились, что в ближайшие сроки будут выполнены. Отдел судейских в сфере охраны здоровья жителей города-курорта. На пленарном заседании заместитель главы Людмила Мурашева рассказала депутатам, как в Анапе работает система профилактики различных заболеваний и зависимостей. С 2007 года на территории муниципального образования город-курорт Анапа сохраняется естественный прирост населения, стабильно высокий уровень рождаемости, низкий показатель общей смертности, особенно младенческой, на каждую тысячу населения в сравнении со среднекраевыми показателями. Депутат ЗСК Анатолий Башинский эмоционально дополнил доклад и призвал всех участников заседания начинать заботу о здоровье самих себя. Чтобы вы беспокоились о себе, о своих детях и о мощи и силе нашего государства. Берегите себя! Здоровья вам! Заместитель главы курорта Олег Костенко в своем докладе отметил, что в решении всех важных для развития Анапы вопросов активное участие принимают общественники. На курорте работает 145 домовых и квартальных комитетов, которые помогают городским службам благоустраивать дворы и улицы, вести разъяснительную работу. Особое внимание властями уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи. Председатель городского совета депутатов Леонид Кочетов и председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов наглядно продемонстрировали достижения Анапы. В прошлом году наш город занял первое место в крае по итогам проведения военно-патриотического месячника. Работа в этом направлении впечатлила депутатов ЗСК. В городе есть хозяин, есть команда. Город чистый, уютный. Везде готовятся к сезону. Клумбы. Обратил внимание, целый торговый ряд выстроен. Уже было устройство сделано, и клумбы высаживаются, то есть обрабатываются. Мы видим, какой большой пласт работы делается, и это вызывает большое уважение. Перед жителями Анапского сельского округа, проделанной за прошлый год работе, отчитался глава округа Олег Гончарук. Отчет принимали заместители главы города-курорта Александр Колесников и Владимир Забураев. Вместе с жителями станицы они дали оценку работе местной администрации. Здания многих социальных учреждений станицы Анапска приведены в порядок. Местные власти в этом направлении проделали хорошую работу в 2014 году. В школах номер 12 и 21 выполнены ремонты помещений. В детском саду «Ласточка» построены новые модули. В амбулатории номер 1 заменили старые окна и двери. На территории появились клумбы. Отремонтированы коридоры трех отделений. Наша амбулатория, пожалуй, является самым посещаемым учреждением станицы. И хочу сказать, что в 2014 году была проведена действительно колоссальная работа. Все, кто жил в амбулатории, видели, какие перемены произошли за этот год. Чисто, красиво, уютно. Особую благодарность глава станицы высказал активно о работе общественников. На улице Набережная осенью с их поддержкой произвели укладку трубы для отвода ливневых вод. На улицах ликвидированы стихийные свалки. Отремонтированы дороги и тротуары. На территории округа улучшена работа системы уличного освещения, вода и электроснабжения. Заменены старые аварийные водопроводы, построены новые трансформаторные подстанции. Будучи вот на этой должности, сегодня 14 число, я год и два дня на этой должности. Более 15 проектов только согласовал по электрификации нашего округа. Это огромные средства, это огромная работа. Мы знаем о проблемах, докладываю главе эти проблемы. И все потихонечку, в плановой работе, все выполняется и делается. Активно развивается сельское хозяйство. В округе более 50 крестьянско-фермерских и 3000 личных подсобных хозяйств. На муниципальной территории торгового центра Николаевский для предпринимателей, владельцев хозяйств, выделены места для торговли. По улице Мира Кавказска на новой месте разместилась ярмарка «Привоз». Здесь благоустроили территорию, установили бордюры, урны, положили тротуарную плитку, высадили новые саженцы деревьев. Жители станицы смогли задать вопросы членам президиума на волнующие темы. Масса вопросов есть еще. Именно здесь вопросы и по переходу. Вы не понимаете, очевидно, скажете, когда будет у нас переход через дорогу. Переход, я вам хочу сказать, он уже находится, проект находится на экспертизе. Инвестор есть, инвестор не отказывается. Я думаю, в этом году будет этот проезд через, так сказать, подземный переход через эту трассу. Глава Анапска отметил, что население округа по состоянию на 1 января 2015 года увеличилось на 1700 человек. Учитывая количество проживающих в садово-огороднических товариществах, общее количество жителей – около 25 тысяч человек. Солдаты спрятанной войны. Памятный стенд погибшим воинам-интернационалистам открыли в школе номер 16 села Цыбана-Балка. Проект создан по инициативе участника боевых действий в республике Чечня Василия Черниенко. Расскажет наш корреспондент. Открытие памятного стенда в школе номер 16 символично приурочили к 26-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. 10 военнослужащих из Анапы не вернулись домой после этой войны. В вооруженном конфликте на территории Чеченской республики погибло 25 анапчан. Сегодня я хочу обратиться к молодому поколению, будущему нашему поколению. Открывая этот стенд памяти нашим землякам, которые погибли, выполняя свой воинский долг, и среди них есть и учащийся в вашей школе Иван Крыгин, который погиб при исполнении воинского долга в республике Чечня, я очень надеюсь, что и в ваших сердцах зажжется эта искорка памяти, и она будет вечная. Почетное право открыть стенд памяти предоставили кавалеру Ордена Красной Звезды Анатолию Яшкунову и председателю общественной организации «Патриот» ветерану боевых действий в Афганистане Сергею Старостину. На фотографиях юные лица, им было в среднем по 20. Они погибли в первую очередь за нас, я считаю, и я считаю не зря, потому что Чеченская республика сейчас в интересном мире, спокойствие, как на нашей земле, так и на ихней, люди могут спокойно жить и радоваться мирной обстановке. На торжественном открытии стенда памяти собрались мамы погибших воинов-интернационалистов. Этим женщинам выпала нелегкая, самая страшная для матери участь – потерять сыновей. Фотография Антона Доронина, погибшего при исполнении воинского долга в Чечне, на памятном стенде среди остальных. Антон погиб молодым парнем, ему было всего 19 лет. 26 ноября я его видела в последний раз, знала, что 27-го их увозят в Чечне, и я 26-го приехала в его отряд. И я сказала ему, давай я тебя заберу, мне все равно, что мои документы остались на КП, я тебя заберу. Он мне сказал такие слова, мама, а как я буду жить потом? Память о погибших воинах-земляках почтили минута молчания. После к памятному стенду цветочную корзину возложили мамы бойцов и президент детско-юношеской общественной организации «Юниор Плюс» Лейла Бабашова. В завершении митинга ученики школы приготовили для гостей мероприятия концертную программу. Юбилейная дата. Ветерану Великой Отечественной войны Федору Голубеву исполнилось в 90-м. Сегодня поздравить его пришли школьники. Разноцветные шары напомнили Федору Петровичу Голубеву детство. Это было очень давно. Сегодня ветерану Великой Отечественной войны уже 90. Паренек из простой крестьянской семьи, он на фронт пошел 17 лет. Был холодный день, январь месяц. Мы не знали, куда нас повезут. Ни то на запад, ни то на восток. Состав приехал в Иркутск. Федор Петрович решил стать связистом. Три месяца изучал азбуку Морзе и всю войну аккуратно и ответственно передавал телеграммы. Морзянку помнит до сих пор. Условия были разные. Что для нас было опасно? То, что, в первых, где-то немцы, недалеко уже, допустим, каких-то через 5 километров разделяло нас территорию. Мороз, зима, передаешь на ключе, а рука зато не вернует. После войны всю жизнь работал авиатехником. В 1966 году переехал с семьей, женой Зоей и двумя сыновьями в Супсех. Его секрет долголетия – ни разу в жизни не курил и не пробовал алкоголь. С почтенным юбилеем пришли поздравить ветерана ученики Супсехской средней школы номер 11 с цветами, поздравительной стенгазетой, добрыми пожеланиями. Девятиклассники записали видео поздравления. Здесь же провели открытый урок по городам-героям. Военные кадры навеяли пережитые воспоминания и слезы на глазах. Пока живы те, кто подарил нам свободу и мирные будни, будущее и уверенность в нашей стране. Не будем о них забывать и постараемся радовать в меру своих сил. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Катя Соловьянова, анапчанка, комсомолка, разведчица. Участвовала в боевых операциях против оккупантов. Была схвачена и казнена фашистами вместе со своими товарищами. В 1942-м. Ей тогда было всего лишь 20 лет. Мы помним. Продолжение следует... Продолжение следует...